Второе мае, начинается весна, наконец-то, вот, сейчас только сошел снег вот с этих гор, еще сегодня утром все в снегу было, и вдруг потепление, ну а я че, опять кино ни о чем, вы видите участок, на котором могли расти прекрасные деревья, выросли сосны, выросли тополя, вон они, вот, и никто за это не несет ответственности, что самая лучшая земля в Сибири, это Шушенский район, правобережье Енисея и левобережье, Сайногорск, пригородами, это лучшие места в России, каждая, в России я сейчас сами подчеркнул, а то вот северо-запад абрикосы не растут, сгнивают, груши не растут, сгнивают, где-то отчасти правда, отчасти нет, а у нас вот здесь все это могло расти, 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 вот, а мы вынуждены были, видите, вот это, практически поляна, мы здесь выпилили, два десятка абрикосов, я выпилил, помощника брал, профессионального лесоруба, заметили, что вот лесоруба, и вот теперь здесь уничтожены были два десятка абрикосовых деревьев, на земле лежат тысячи, десятки тысяч косточек, такие урожаи оказались никому не нужны, косточки не нужны, так и сейчас их мыши доедают, и свежие посадки, видите, вот, это обновление сада, вот, могли бы вот это здесь садить, и не уничтожать, не уничтожать, не уничтожать, не уничтожать, эти самые деревья, которые могли принести еще сотни-сотни ветер отборных плодов, но так вышло, вот это наши рамки, когда-то, вот этот участок был прикуплен, вот, вот этот участок был прикуплен, вот до этого забора, с той стороны дороги участок за миллион рублей прикуплен, вот, а, и вот этот участок, вот, 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 тоже, сейчас я туда иду, тоже был прикуплен, вот, я к чему говорю, это преступление, забрасывать землю нельзя, или ты, хозяин ее, вот так вот, обиходживаешь, вот так вот, это, кстати, лучший в России плодопитомник, вот он, или ты его обиходживаешь, обиходживаешь, или у тебя его отбирают, конфискуются, и отдает на конкурс всем желающим, а это значит, приоритет должен быть соседям, у кого процветающий сад, вот он, этот сад, встать, он процветающий, не верите, давайте приближу картинку сейчас. Сейчас, это солнце, ничего, сам не вижу, приблизил, нет, все, точнее, дерево не видите. Солнце, что, на экране ничего не видно. А сейчас я вам покажу, Сергей сказал, что еще выпирил несколько уникальных абрикосов, причем их уникальных, для меня это рядовые уже, а для любого университета, института и вуза, где могли бы на этом примере научить студентов. вот, вот это вот засветает моя знаменитая фаина, почему дерево искалечено, а чтобы дало ветки на прививку, приросты. Вот, калека, калека, настоящая калека, это скажется на сроках жизни, скажется? Ну, глядите, конечно, скажется. Вот, если вы не трогаете, оно не болеет ничем, у вас ничем не заражается. Я, это был абрикос фаинат, вот он еще раз показываю. Остальные я распусью чуть позже. Вот, это знаменитая яблоня под названием Апорт Кровокрасный. Ох, какой красавец! Вот, тоже самое, искалечен ради будущих черенков. Еще несколько лет, и он умрет. Это и судьба коллег. Вот, ну, а мы продолжаем. Плодопитомник, который мог бы украсить Таверязевскую академию, и мы могли бы сразу вырваться во всем мире. А то я уже говорил недавно, я в шоке. Узбекистану в четыре раза увеличивают поставки всего. У них там 300 сортов персиков. Вот. Поставки в Россию. Господи, кто же их купит-то? У нас у людей денег нет на это. У нас дети в миллионы не знают, что такое фрукты. То есть, видят их, но только с этого, на ветрене. Вот, а я сейчас, пожалуйста, сейчас, учитывая, что места нет, я вам сейчас покажу то, что украсило бы любой университет, любой институт, любую академию, вплоть до Тимирязевской, до Венчуринской. Сейчас вы видите, вот это жуткая история. Но это ладно, это был дикарь. Мы его жалели-жалели, все-таки Сергей спилил. Вот они, смотрите. Вот. Вот это вот, вместе с цветами будущим урожаем. Университетого жена. Вот, видели. Университетого жена. Смотрите. Жаль, я вам вряд ли не любил. А здесь были только академики, королевские и фаины. Это три самых уникальных сорта на всей России. Плюс Белоруссия, Казахстан, Украина. Вот. Ну, а всякие там Прибалтики и прочее, это я даже и не мечтаю об этом. Вот, вот так получилось. Пень. Пень. Видели? Вот. Еще раз. Цветущие, цветущие. Вот так. Больше про это говорить. Вот. Лифтой земли нет. А Сергей, жилье-жалели-жалели-жалелика. Вот, он же сын меня. Я же фермер. Вот. Он же нет как-то. То есть, он получился в Шушенский постсовет, или как он там называется, администрация. И должен был получить где-то землю. Не дали, сказали, участвуйте в как он называется, сейчас скажу. Аукционах, да. Участвуйте в аукционах. Вот. Аукционах не проводят. А земля не только здесь пустует, что я вам показал. На которой вырастили березы, топоря вырасти. Так что я называю предательством. Самым настоящим предательством. А здесь в узких рамках вот предлагается жизнь. Видели. Продолжается. Как получилось. А, нервы на себя мотать. Вот так вылезет матушные деревья. Постепенно убирали, убирали. И, наконец, полностью было уничтожено самый сладкий из манжурсов. Почему? А чтобы тени не было. Она была огромная. Чтобы тени не было на питомниках. Речь идет о борьбе за каждый квадратный метр. И это в Сибири, где бывшая пахотная земля по косой, миллионной гектарам под названием земля сельхозназначения. А фактически получилось. Горько. Правда? Большая земля сельхозназначения уничтожена. Сержа, мы же хотели вот этот прикупить участок, который лесом зарос. Помнишь? Хотели? Да. Ну, а сейчас выпиливаем ценные деревья, которые украсили бы любой любой академии. Если там не продают, мы что сделаем? А сейчас уже есть несколько-то и нет. Уже и не надо. А сейчас уже все. Одни березы и тополя. Ладно. Показал вам действующий. Кстати, он видел этот самый? Мы еще... Я говорю, он должен заменить будет этот. Манчжуриц. Больше всех на него похож. Он весь цвету. Только сейчас начал проявляться. А я-то думал, что-то цвету вниз. Он поздний, а значит, не попадет под заморозки. Вот этот вот. Вот смотри, вот они крупные растут. Вот. Вот забор. Самый левый от забора. это преемник манчжурца. Вот. Не обязательно. У нас на том участке через дорогу тоже есть такой. Посмотрим. Амрикос Патриарх опять засвел. А мы же хотели его убирать. И приемника его искали. Вот. Хожу, хожу. Еще раз. Через забор. 50 тысяч сотка мы предлагали. продайте. Продайте. Нам 10 соток за полмиллиона. Это в те годы, когда это были огромные деньги. Нет, не продали. Ни себе, ни людям. За это время из нуля выросли березы. У нас таких участков, учитывая, что у нас довольно ограниченные площади. Вон там Енисей. Вон за этими тополями Енисей. Вот. Это значит, что они бесценны, эти небольшие участки. Вот. Они действительно стоят дорого. Вот туда дальше, вдоль Енисей, один участок продавали лет года 5 назад, 4-5 лет назад продавали его 11 соток за миллион 100 тысяч. Ни забора, ни столба с электричеством. ничего, просто голая земля. Вот. Миллион 130 тысяч за 11 соток. Вот. Петр Великий Петр Великий? Вот это новость. А у нас там их 4 штуки, ни один не светет пока. Покажи, покажи. Ну иди туда я уж не пойду, когда ты ограду эту уберешь? Пока. Пока там забор не сделаю, постоялся. А, ну да. Тут какая-то страховка. правильно, правильно. Ну-ка покажи где он. Вот он, вот он. Я бы у него не до конца вот один цветочек. вижу, все, живем. Нам надо хотя бы пару этих плодов в этом году, ну, чтобы год не терять. Ну, да. Ну, что, на этой радостной ноте разрешите откланяться вот наш небольшой питомник маточный сад, в котором каждое дерево режется, калечится ради свинку. Не верите? А вот посмотрите. Так, вот тут я не пойду сюда. Тут что-то посажено. Давайте просто издаля покажу, увидите. Нет, могу подойти. Вот так калечится каждое дерево ради свинку. Вот. Но все равно собирается сосветать. Это Жигулевская знаменитая. Вот, который мне дерево. Говорю, вот это дерево должно заменить патриарха, которому осталось жить год, два, три. Вряд ли больше. И вдруг, вчера я ходил, он спал. Сегодня смотрю, каждая веточка, каждая, вот туда, смотрите, до самого потолка, до самого неба. каждая веточка, все цвету. Вот он отчаянно настолько, и я не успеваю с него собирать плоды. Смотрите. Вы... Я же сюда их не насыпал, чтобы вас чем-то убедить. Глядите. Годится он, преемники, этому маньжурцу, который, патриарх, который дал 40 ведер. И, кстати, был год, когда я 50 дал, только не зафиксировано. Видите? И вот так каждый год. И опять не смогли все собрать. Ну, не можем мы взять, допустим, Амур. Вот. Тоже изувечина, тоже ради черенков. Видите? Нет бы несколько... Иметь отдельный сад, не потревоженный, не покореженный. Вот его можно назвать покореженный. Видите? Вот. Смотрите сюда. Каждый год этот урожай. Глядите. Вы уже не найдете ни одного, который бы мышами не был изгрызен ни одной в этой... Как называется? Ни одного... Ни одного... Ни одного косточка. Вы согласны, что это супер урожай? Были. Вот. Но цель другая. Ветки на прививку. Вчера все спало, а сегодня смотрю, просыпается. Просыпается медведь. Такой густой жалежник. Скоро птицы будут петь. И расцвел подснежник. Вот. Видели? Сильнейшая обрезка на омоложение. Ну что, хватит нас утащить или как сказать? Еще вчера, потом вчера, 25-го было минус 9. Я все думаю, умрут, не умрут, умрут, не умрут. Смотрите. Все распускается до самых... Опять у меня будут по 10-20 ведер. Деревья давай. Это еще самые-таки скромные. Вот. Вот культурные. Любойтесь. Все. Наверное, надо... На этом, наверное, надо заканчивать. Да, вот. Вот, 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 вот. Ну, туда же я не пойду. Хех. Все не похвастаться. А, кстати, Жердель, рекордсменка. Ах. Если вы видите на фоне неба, зацветает. Она чуть позже будет. Вот это уже почти зацвело. Вот отсюда пока. Смотрите. Ну, и, в общем, подняли, да? Показывают другие виды. Ну, черешня. Как черешня. Сало, как сало. Вот черешня в этом году самый лучший год для нее, наверное. До 40 не доходило. Видите? Жила каждая почка. Каждая цветочная почка жила. Каждая почка жила. И тут же учеба есть учеба. Огромный недостаток. Слабый урожай. Это розовая брянская. Посмотрите, сколько цветов. Это тихий ужас. Плодов будет мало. Упустил. Некогда было. Некогда. Нет опылителя. Нету. Так слабо. Нету тут вишен, которые прекрасно полетели. Вот мог же привить. Вот эту мог привить. Вот эту мог привить. Здоровья не хватает. Сил не хватает. Сергея не хватает. Представляете, человек с таким багажом работает на кране по 12 часов. А иначе не выживешь. Все, друзья, надо наканчивать. Походили, посмотрели, улыбнулись. Помните, улыбнитесь, он снимает скрытая камера. Мне деревья, вот эти мне улыбаются. Черный абрикос, персиковый с Украины, еще не плодоносил. Интересно же жить, как вы думаете? Спасибо. 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 Спасибо.